Здравствуйте! В эфире новости. Меня зовут Владимир Антошкин. Накануне в ДК «Рассвет» состоялось расширенное заседание Совета городского округа. На нем прозвучали отчетные доклады главы администрации и председателя Совета. Детали в репортаже Айгуль Мухаммедшиной. По традиции, именно в феврале руководители муниципального образования выступают с отчетом об итогах деятельности за прошлый год. 2016 год был переломным в уходе от монозависимости города. Главным результатом работы стало получение статуса территории обережающего социально-экономического развития, отметил в своем отчетном докладе глава администрации Борис Беляев. ТОСР – это старт новому этапу развития. Именно развитие города. Мы добились того, чего хотели. Следующим результатом к 2018 году должны стать запуск в городе 10 новых производств с общим объемом инвестиций в 5 миллиардов рублей и создание 2000 новых рабочих мест. Все это позволит городу уйти от монопрофильности. Наиболее важными и успешными направлениями в деятельности администрации были привлечение инвесторов и поддержка бизнеса, подчеркнул Борис Владимирович в докладе. Крупнейшие инвестор-положения произведены на основе соглашения с Фондом развития моногородов о софинансировании расходов по строительству инфраструктуры маслозавода в селе Маячный. Благодаря этому соглашению для маслозавода были построены линии электропередач и газопровод, и автомобильная дорога. В текущем году продолжится реконструкция железной дороги и строительство очистных сооружений. Готовность основной инфраструктуры ускорила ввод в июне прошлого года первой очереди маслозаводного завода. На предприятии уже создано более 100 рабочих мест. К окончательному вводу ожидается создание еще около 400 новых рабочих мест. Всего же за прошедший год в Кумертау было создано 269 новых рабочих мест, 63% из них в промышленном производстве. А за два прошедших года создано 520 рабочих мест. Для привлечения инвесторов и развития производства возле аэродрома готовится земельный участок под первый индустриальный парк. Ведется поиск резидентов. Для ознакомления с городом потенциальных инвесторов в прошлом году был проведен инвест-пикник. В итоге территории заинтересовались крупные компании. Компания «Магеллан» открывает швейное производство с созданием 50 рабочих мест на первоначальном этапе. Компания «Халис» открывает домостроительный комбинат на территории бывшего 33-го училища. Компания «Муромец» рассматривает возможность строительства завода по сборке зерноуборочных комбайнов на 70 рабочих мест. Инвестор из Уфы планирует открытие кирпичного завода на 100 рабочих мест. Программа развития «Моногорода», включающая более 40 инвестиционных проектов, находится под контролем линейного менеджера ФРМ. Четыре проекта на сегодня успешно реализованы. В том числе компания «Объектив» выигран грант в размере 7 миллионов рублей на создание Центра инновационного творчества «Робототехника». В 2016 году существенную финансовую поддержку получили субъекты малого и среднего предпринимательства. Мы добились шестикратного увеличения объема софинансирования мэр поддержки из республиканского и федерального бюджетов. Всего освоено 98 миллионов рублей. Это третий результат в России после Москвы и Санкт-Петербурга. И беспрецедентный показатель для малых городов России. Получателями поддержки в текущем году стали 110 предпринимателей нашего города, которые взяли на себя обязательство создать в течение шести месяцев 230 новых рабочих мест. Успехи достигнуты в области образования, молодежной политики и спорта. Много значительных событий произошло в сфере культуры. Был открыт кинотеатр «Горняк» с современным залом. В город возвращен дворец угольщиков. Сейчас там ведется ремонт. Было отмечено, что в реконструкции нуждаются многие учреждения, в том числе и историко-краеведческий музей. Проект у нас прошел экспертизу. Определена стоимость работы в 20 миллионов рублей. И следующий шаг – поиски инвесторов или возможности федерального или регионального финансирования. Сохранить историческое наследие Кумертау и в целом юга Башкирии важно для всех нас. И мы просим вас, уважаемые Рита Тагировна, поддержать коммерсаусов в этом стремлении, создать уникальный музей. В докладе прозвучали и задачи на текущий год. «Основная цель всей нашей работы – это улучшение условий жизни людей, их благосостояния и социальное благополучие», – отметил глава администрации. В завершении он поблагодарил руководителей предприятий, общественных организаций, инициативных жителей города за поддержку и активную жизненную позицию. В своем выступлении министр финансов Рита Супханкулова дала высокую оценку деятельности администрации города. «То, что вы стали городом, опережающим территориальное развитие, конечно, это большая заслуга Бориса Владимировича. Надо сказать, что не столько, наверное, органов власти. Вот он начал эту работу, надо к его чести сказать. И вы стали таким городом. Но это как бы начало пути. Это только начало пути. Сейчас уже начинается у вас самый ответственный период, что, да, вы в такие условия попали, но привлечение инвесторов и развитие города – это задача еще больше, чего вы до сих пор вкладывали. Это там 10% того, что вы могли бы сделать. Конечно, это потребует и от нас определенных усилий, но все равно путь правильный. Путь правильный. Нацеленность тоже правильная, чтобы весь город нацелить на то, чтобы направление в этом работает. И я считаю, путь будет очень правильный. Я вам желаю больших успехов в реализации всех тех планов, которые вам обозначены. Я думаю, что это вашему руководству всем вам по плечу. Желаю вам успехов. Впечатлены были достижениями города и участники заседания. Я считаю, что доклад был очень хорошим, содержательным, потому что отразил все итоги, которые достигли были за прошлый год. А итоги действительно впечатляющие. Город вошел в территорию опережающего социально-экономического развития. Это очень хорошо для города. Я думаю, что перспектива у города хорошая. Честно говоря, я очень волновалась почему-то внутри, перед выступлением Бориса Владимировича, потому что доклад об итогах – это ведь и наши итоги, всех жителей. И было такое сомнение. Но поймала себя на мысли, когда Борис Владимирович читал доклад, что меня посещало такое чувство гордости за всех нас. И я ощутила историческую важность этого периода, всего 2016 года. Да, это была на самом деле очень плодотворная, очень необычная работа. И второе, что я ощутила, что теперь у нас еще больше ответственности. Действительно, Кумертау есть чем гордиться. Результаты Кумертау просто отличные. Надежда очень большая, что Кумертау еще выше поднимет свои результаты, и жизнь станет лучше и прекраснее. Я считаю, что прошел 2016 год был очень успешным для нашего города. Самое главное, мы получили статус территории, оближающей социально-экономическое развитие. И это дает новые перспективы для дальнейшего развития города. Наградили в этот день людей, которые внесли значительный вклад в развитие города, прибавили славу своим трудом. Люди разных сфер деятельности получили почетные грамоты и благодарственные письма администрации городского округа. Наградами были отмечены работы по подготовке спортсменов, вклад в развитие электронного образования, результаты деятельности в сфере молодежной политики. Также были подведены итоги конкурса среди дошкольников и школьников создания легенды о Бабае по первоначальному названию Кумертау. Символично, что итоги года подводятся накануне дня рождения города. Этому событию был посвящен праздничный концерт. В программу были включены лучшие номера вокальных и танцевальных коллективов города. В городе продолжается работа по улучшению инвестиционного климата. В Кумертау для реализации инвестиционных проектов имеется большое количество свободных площадей и земельных участков. Создается индустриальный парк Воротыновский. На днях депутаты городского совета приняли еще одно немаловажное решение. Народные избранники обнулили ставку земельного налога для резидентов ТОСР. Администрация городского округа города Кумертау после того, как было подписано постановление правительства РФ в конце прошлого года о присвоении нашему городу статуса территории, опережающейся социально-экономическое развитие, сразу же приступила к работе по обнулению тех налогов, которые идут в наш местный бюджет. Конкретно это земельный налог. Было внесено предложение депутатам рассмотреть возможность предоставления резидентам территории, опережающейся социально-экономическое развитие Кумертау, земельный налог установить на уровне 0%. Депутаты наши предложения поддержали. Буквально два дня назад было принято это решение. Теперь те резиденты, которые будут приходить к нам на территорию города, не будут платить земельный налог, который сегодня составляет от 0,3% до 1,5%. 0,3% у нас платят, это в основном сельхозпредприятия, 0,7% платят торговые предприятия и 1,5% это все остальные, начиная с предприятий, которые работают в сфере промышленности. Налог платится от кадастровой стоимости земли. Как известно, кадастровая стоимость земли очень высокая. И налог составляет все-таки существенную долю, занимает расходы предприятий. И получив эту льготу, я думаю, что это очень сильно сократит расходы предприятий, повысит инвестиционную окупаемость проектов, которые будут реализовываться на территории. В Центре детского творчества провели общегородское родительское собрание, обсудили ЕГЭ и итоговую аттестацию. Директор управления образования осветила наиболее важные моменты. Кроме прочего, родителям дали рекомендации по созданию комфортных для школьников условий. Подробнее в репортаже Константина Меркушева. В Центре детского творчества собрали родители выпускников. Тема встречи – государственная итоговая аттестация. Порядок проведения экзаменов и нюансы, с которыми могут столкнуться как девятиклассники, так и выпускники одиннадцатых классов. На время проведения экзаменов школы станут пунктами. В городе Кумертао уже несколько лет организованы два пункта проведения единого государственного экзамена. Это школа номер 9 и 10. И два пункта проведения основного государственного экзамена – школа номер 1 и номер 5. Все пункты оборудованы стационарными металлоискателями на входе, ручными металлоискателями и видеокамерой в каждой аудитории. Система виде наблюдения в пунктах ЕГЭ работает в режиме онлайн, и все нарушения фиксируются и попадают в сеть. Сама процедура проведения ЕГЭ постоянно совершенствуется, становится более технологичной. Изменения каснутся технологичных пунктов приема экзаменов, когда контрольно-измерительные материалы будут распечатываться непосредственно в аудитории, в присутствии пускников. А затем, впоследствии, они будут сканированы в пункте приема экзаменов непосредственно, и сразу же по каналам защищенной связи переданы УФУ на проверку. Изменения произошли и в содержании практического материала. Если раньше школьникам предлагались конкретные варианты ответов на задание, выбрать верное решение не заставляло особого труда. У нерадимых учеников была возможность выбрать правильный ответ интуитивно. Учитывая эти факты, Министерство образования внесло изменения в способы проведения ЕГЭ в этом году. Содержание некоторых экзаменов претерпело значительные изменения. В частности, убрана тестовая часть. Это делается для того, чтобы учащиеся давали развернутые ответы. Тестовая часть сохраняется только в экзаменах по английскому языку, по иностранным языкам. На собрании родителям также напомнили о нарушениях при сдаче ЕГЭ. Запрещено списывание, пользование сотовых телефонов и справочных материалов. Иначе на пересдачу. Отрицательную оценку можно будет исправить в официально установленные сроки. Но зачем рисковать, когда еще есть время подготовиться и со спокойной душой поступить в выбранное учебное заведение? Константин Мехшев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». В Куюргазинском районе выбрали лучшего педагога. Это произошло в Ермолаевской средней школе номер один в рамках конкурса «Учитель года». В этом году соревновались 14 педагогов. Это учителя начальных классов и предметники. На заключительном этапе состязания побывала и наша съемочная группа. В этом году на звание лучшего педагога претендует 8 учителей из школ района. И это уже финалисты конкурса педагогического мастерства. В заключительной части творческого состязания учителя постарались рассказать о своих увлечениях, методах работы и новых идеях. Среди участников как молодые специалисты, так и учителя со стажем. Олеся Евдокимова посвятила этой профессии 8 лет. Почему я выбрала профессию учитель? Здесь, конечно, много факторов, которые повлияли на этот выбор. Конечно, начало исходит из детства. Как и многие другие, я любила играть в куклы, в школу, высаживала их парами, давала задания, проверяла их. С особой важностью выставляла им оценки. Но, скорее всего, может быть, это и были предпосылки моего профессионального выбора. Но дело немножко в другом. В профессии учитель меня привлекает строгость, правильность, какая-то дисциплина. Меня этому учила мама всю жизнь, в детстве. И это я увидела в своих учителях, когда пришла в школу. Я видела в них что-то необычное. Я смотрела с замиранием сердца на них и хотела быть всегда похожими. И вот я одна из них, я учитель. Для нее, как и для многих педагогов, конкурс не просто возможность продемонстрировать свои профессиональные достижения, но и площадка для обмена опытом. Быть учителем – это очень такое хорошее дело. И в моем СССР тоже вот эти вот слова есть. Не нужно работать учителем, а нужно быть учителем. А чтобы быть учителем, нужно любить детей. А участие в конкурсе «Учитель года» учит нас многому, потому что мы делимся опытом, ищем, чего-то добываем. И не только знание детей мы повышаем, получается. И мы сами растем вместе с ними. Конкурсантов пришли поддержать коллеги и любимые ученики. Нелегкая задача стояла перед членами жюри. Нужно выбрать лучших среди лучших. Начальник отдела образования Лира Терегулова поблагодарила всех за активное участие и пожелала успеха в дальнейшей работе. Мне бы хотелось пожелать, прежде всего, нашим учителям достойных детей здоровья, благополучия, чтобы их творческий потенциал не иссякал, чтобы мы своих учителей видели не только на сцене муниципальной, но и на республиканских конкурсах, чтобы они активно участвовали. Хочется пожелать неиссякаемой энергии и творческих взлетов. По итогам творческого состязания лучшим учителем пашкирского языка и литературы признана Айслу Таймасова из школы села Бахмут. В конкурсе учитель года Куяргодинского района победителем стала Олеся Евдокимова, учитель математики школы номер один села Ермолаева. Олеся Валерьевна будет защищать честь района на республиканском этапе конкурса. Можно без преувеличения сказать, что каждое из правил пожарной безопасности написано человеческой кровью. И наплевательское отношение к этим нормам зачастую приводит к трагедиям, в том числе в Кумертау. Как бороться с незнанием или игнорированием правил решали на плановом заседании, которое прошло в здании администрации городского округа. И хотя на повестке дня было несколько вопросов, можно сказать, что комиссия была посвящена одному пожарам. В конце прошлой недели на территории городского округа произошел пожар, причиной которого стала беспечность жителей этой квартиры, а именно неосторожное обращение с огнем. К слову, в этом году произошел рост числа пожаров. На сегодняшний день в городе Кумертау произошло пять пожаров с начала текущего года. Рост значительный, на сегодняшний день ровно два с половиной раза. Большая часть, естественно, этих пожаров произошло в жилом секторе. На заседании было отмечено, что основная доля пожаров происходит по вине самого человека. Это неосторожное обращение с огнем, а в частности при курении. Безалаберное вот это отношение, именно покурил, бросил куда попал, непонятно. Это зачастую приводит к пожаров. В частном секторе есть такая проблема. У всех есть практические бани, только они делают, соответственно, по желанию самого хозяина. А хозяин видит, как правило, чтобы было, в большей части, покрасивее, а не как правильно. Соответственно, им никто ничего не скажет, правильно сделано или неправильно. Вот он как сделал, так она и стоит. Но ровно до поры до времени, если это сделано с нарушением требований пожарной запасы, это практически в 100% случаев приводит к пожару, соответственно, с уничтожением данного имущества. Как отметил заместитель главы администрации по ЖКХ и инфраструктуре Юрий Куров, что рост числа пожаров свидетельствует о том, что проводится недостаточное количество профилактических работ среди малоимущих, неблагополучных семей, лиц пожилого возраста и лиц, ведущих асоциальный образ жизни. Настораживает ситуация по пожарам в плане того, что большинство, основное количество этих пожаров произошло в семьях неблагополучных или ведущих, ну, такой, ненадлежащий образ жизни. На седании было принято решение о разработке методического указания по пожарной безопасности. Каждый житель города получит его на руки. И, может, тогда пожаров станет меньше. Константин Меркушев, Верослав Кондратьев, телекомпания «Арис». Ровно год на базе Центральной библиотеки города Кумертау работал клуб молодого избирателя. И теперь им предстоит сформировать новый состав. С будущими членами клуба на днях встретились представители органов местного самоуправления и территориальной избирательной комиссии. На первом заседании побывала и наша съемочная группа. Клуб молодого избирателя в прошлом году создавался как пилотный проект. На сегодня учредители общественного объединения признаются, этот шаг был правильным. Просвещение молодежи по вопросам выборов – необходимая работа. Это в будущем обеспечит их активное и осознанное участие в избирательных кампаниях. Поэтому деятельность клуба продолжается. И сегодня был избран новый состав. Это студенты профессиональных учреждений города. Мы выбрали, назначили новый состав молодежно-избирательной комиссии, второго созыва, куда вошли у нас 17 представителей студенчества. Есть один представитель от общественного объединения политической партии «Справедливая Россия». Также у нас присутствует один представитель трудового коллектива. В работе заседания принял участие депутат Совета городского округа Анатолий Лапин. Он рассказал о том, как формируются органы власти, как принимаются решения на уровне Совета городского округа. Проинформировали будущих избирателей и о предстоящих выборных кампаниях. Для молодежи это стало познавательным уроком. Узнали цель работы комиссии, поставили первые задачи. Мы должны хорошо вникнуть в систему избирательного права, так как через год мы будем участвовать в выборах президента Российской Федерации. Анастасия Деревянов уже работала в первом созыве клуба молодого избирателя. Она с удовольствием согласилась продолжить работу в составе новой команды. Много новых знаний. Как уже более работаешь хорошо с Конституцией, так как я еще была наблюдателем на выборах. Я взяла все это вживую, как все это происходит, как приходят люди, как происходит голосование. В течение года клуб предполагает проведение различных акций, круглых столов и встреч с руководителями органов местного самоуправления и членами участковых избирательных комиссий. В регионе продолжается реализация программы поддержки местных инициатив. Подобная работа помогает населению решать задачи социального значения. Ключевым элементом поддержки является отбор и финансирование проектов, инициированных местным же населением. В селе Ермолаево прошло итоговое собрание, где сельчане обозначили первостепенные направления для реализации при помощи программы поддержки. Программа поддержки местных инициатив по всей республике начала работать. Программа поддержки местных инициатив стартовала в Республике Башкортостан в конце 2014 года. ППМИ предусматривает выделение на конкурсной основе субсидий из республиканского бюджета на реализацию проектов, наиболее важных для сельских поселений, направленных на благоустройство территорий. При этом отбор и реализация проектов в поселениях осуществляется при активном участии населения. Одной из инициатив нашего села будет являться детская игровая площадка. На сегодняшний день проведено организационное совещание, собрание жителей села, на котором наши жители выбрали проект игровой площадки, в который будут ходить различные горки, тренажеры для взрослых, грибки, качели для детей, для занятий здоровым образом жизни, где жители села смогут прийти и заниматься на этом комплексе игровых площадок. Основные направления проектов – объекты культуры и спорта, местомастового отдыха населения, детские площадки и ремонт дорог. Финансирование осуществляется за счет субсидий из республиканского и местного бюджетов, а также за счет вкладов в население. И реализация проекта предполагает неоплачиваемый вклад населения. Это проведение экологических субботников, помощь в посадке и помощь строиматериалами. 23 января 2017 года в здании Дворца культуры Юшлег состоялось собрание, на котором были определены члены инициативной группы и решались вопросы по определению выполнения работ в рамках реализации проекта поддержки местных инициатив. Эта программа уже стартовала в 2017 году, и в рамках этой программы можно получить на решение наболевших вопросов порядка миллиона рублей. Инициативной группой были определены ряд мероприятий населения. Эти мероприятия поддержало, решили собраться по 200 рублей, что составит 15% от стоимости реализации этого проекта. Также население поддержало вопрос по приобретению и размещению в парке культуры и отдыха села Ермолаево в рамках, опять же, реализации проекта поддержки местных инициатив «Место для отдыха детей и взрослых», в которое там планируется установить порядка 15 различных элементов, начиная от горок, балансиров, уличных тренажеров, где могли бы проводить приятное время наши жители. Эта площадка послужит, чтобы наш парк имени Шота заиграл в новых красках, чтобы слышали здесь детские голоса, а также и взрослые занимались здоровым образом жизни. В Кумертау много лет функционирует союз воинов-интернационалистов. Они принимают активное участие в жизни города. А 16 февраля в Центральной библиотеке состоялась встреча офицеров запаса с молодежью. Мужество и героизм солдат и офицеров, прошедших Афганистан, вспоминает вся страна. Прошло более четверти века, но память о тех событиях останется неизменной. Наш долг – помнить о наших героях. С такими словами обратились к собравшимся организаторы встречи в Центральной библиотеке. Непонаслышки об Афганистане знает майор запаса Магомед Аруджев. Он на встрече рассказал о своих воспоминаниях. Молодежи хотели бы рассказать, чтобы наше подрастающее поколение помнило подвиги своих предков. Героев войны, героев войны в Афганистане, героев войны в других локальных конфликтах. Чтобы наша молодежь достойно училась. Еще один участник встречи – Александр Романов. Его выступление также стало своеобразным уроком истории для студентов. Александр Алексеевич прослужил 18,5 лет в Оренбургской краснозаменной дивизии ракетных войск стратегического назначения. Я хотел бы затронуть в своем выступлении перед молодыми студентами те задачи, которые в настоящий момент выполняют вооруженные силы Российской Федерации по укреплению своей боеготовности и боеспособности в наше непростое время. В военной кампании в Афганистане приняли участие солдаты и офицеры из Башкортостана. Из города Кумиртау и Куиргазинского района было призвано более 200 человек, семь из которых погибли. Погибших при исполнении воинского долга участники мероприятия почтили минуты молчания. В завершение молодые люди могли задать интересующие вопросы гостям мероприятия. Это было последнее сообщение выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok